Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этих и других событиях вторника расскажем в ближайшие минуты. В студии Екатерина Пескунова. Здравствуйте. Почти два дня в Нижегородской области искали сбежавших из колонии уголовников в Арнавинском районе. Оба заключенных – опасные преступники. Один из них был осужден за убийство и разбой на 15 лет, другой – на 16, за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Большую часть срока они уже отсидели, и теперь за побег их наказание может увеличиться на 8 лет. Первым еще во вторник днем был пойман 34-летний Алексей Волков, а вечером был задержан еще один беглец – 42-летний Анатолий Разин. Сбежали они в ночь с 31 августа на 1 сентября. Сейчас в колонии проводится служебная проверка. Оба уголовника содержались под стражей в исправительном учреждении для больных туберкулезом. Те больные, кто наиболее, будем так, в медицинском плане опасенны, может быть, принести вред окружающим, они находятся в стационаре, в больнице, в палатах, где им проводится лечение. Вторая часть осужденных – те, кто уже пролечен, они находятся на диспансерном учете. От данных осужденных, которые совершили побег, могу сказать, что наши медики все проверили. В этом плане они опасности не представляют. Далее небольшая сводка происшествий города и области. Авария в городе Бор. Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей. Один из водителей не уступил дорогу другому. В результате двух пассажиров и водителя отвезли в больницу с различными травмами. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в преступлении, и Нижегородец, фото которого запечатлела камера наблюдения, подозревается в совершении грабежа. По предварительным данным, ограбление произошло в одном из ломбардов в Устозаводском районе. Злоумышленник открыто похитил золотые украшения на сумму свыше 30 тысяч рублей. Поликлиника на колесах теперь будет следить за самочувствием нижегородцев. В регионе стартовала программа «Мобильная диагностика. Возьми здоровье под контроль». На протяжении двух недель специалисты диагностического центра будут обследовать жителей Нижнего Новгорода и области. Вот в таких специальных фургонах нижегородцы смогут получить консультацию кардиолога, сосудистого хирурга, невролога, эндокринолога и мамолога, а также сделать УЗИ. Специалисты будут работать с 8 утра и до 8 вечера. В день каждый врач должен осмотреть порядка 25 человек. Записаться на прием жители районов области могут в центральной районной больнице. Добавлю, что региональный Минздрав поставил задачу, чтобы в год диспансеризацию в Нижегородской области проходили не менее 630 тысяч человек. Это позволит на ранних стадиях выявлять тяжелые заболевания, а значит вовремя оказать квалифицированную помощь. Я думаю, что здесь специалисты самого широкого профиля, поэтому это наверняка будут и эндокринные заболевания, и сердечно-сосудистые, а в частности болезнь системы кровообращения является основной причиной смертности не только на территории Нижегородской области, но и во всей России. С 3 сентября нижегородцы могут досрочно проголосовать на выборы губернатора. А накануне этого события во вторник готовность избирательных участков проверили территориальные избирательные комиссии. Проголосовать досрочно нижегородцы могут с 3 по 13 сентября. Участковые избирательные комиссии будут работать в будни и в воскресенье с 16 до 20 часов по субботам с 9 утра до часа дня. Напомню, проголосовать досрочно могут те, кто 14 сентября будут находиться, например, в отпуске, командировке, на работе или учебе, а также не смогут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья. По предъявлению паспорта получат бюллетень, его заполнят, так же, как и в день голосования это всегда делается, после чего этот бюллетень будет помещен в конверт и до дня голосования будет храниться где-нибудь в сейфе участковой комиссии. А в день голосования с утра эти бюллетени, ну, принародно, скажем так, в присутствии наблюдателей и так далее, будут извлечены и помещены в ящик для голосования. Отопительный сезон в северных районах области стартует 1 октября. Глава региона лично оценил готовность жителей Шахунского района к зиме. В период подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов Государственная жилищная инспекция Нижегородской области обследовала порядка 7,5 тысяч домов общей площадью почти 20 миллионов квадратных метров. Управляющим организациям и предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, выдано 1785 предписаний по срокам устранения правонарушений. Также в области начали привлекать частные инвестиции. Идет газификация региона и в ряде районов в многоквартирных домах устанавливаются котлы индивидуального отопления. Задачу поставили здесь, по Шахунскому городскому округу, к тем, чтобы раз в неделю был мониторинг проведенных работ, особенно по ремонту тепловых сетей, сетей водопровода, канализации, потому что очень много ветхих сетей. Здесь, главное, причина аварийности большой. Поэтому было дано поручение проверить все прошлогодние аварии, чтобы устранить их причины. Далее новости от наших партнеров. После вернемся в студию. И вот о чем пойдет речь далее. Она тоже хочет жить. Девятимесячная Милане с серьезным диагнозом нужна помощь нижегородцев. Кубок губернатора по рыбной ловле пройдет в Нижегородской области. Игрушки из детства. Настольные игры, сделанные в Советском Союзе, в которые играл почти каждый, стали экспонатами специальной выставки. Производители отделочных материалов делают все, чтобы ремонт перестали сравнивать с тремя пожарами и двумя переездами. Если с бумажными обоями приходилось помучиться, ровняя край или разглаживая пузырьки, то жидкие обои стилк-пластыр заставили изменить представление о ремонте. Все, что нужно, это смешать задержимое пакеты с водой и спустя 12 часов нанести на стену. С этим заданием справится в одиночку абсолютно любой. Хотели приклеить обычные обои, но услышали о преимуществах жидких, то что они выравнивают стены и плюс они очень красивы. И это еще не все преимущества. Жидкие обои состоят из экологически чистых материалов, а значит не вызывают аллергии. Кстати, покидать комнату во время ремонта не придется. Никакой грязи и неприятных запахов. В результате швы отсутствуют, а все неровности стен удачно замаскированы. Световая гамма и выбор фактур огромный. Вам остается лишь выбрать стиль своих апартаментов. Компания Дом Декор является единственным официальным дилером в Нижегородском регионе. И предлагает широкий спектр жидких обоев, более 110 видов на любой вкус и кошелек. Обои идут от 330 рублей. Компания Дом Декор заботится о вашем кошельке и предлагает товары в розницу по обтовым ценам. Кроме жидких обоев вы найдете все необходимое для вашего индивидуального интерьера. Декоративная штукатурка, лепнины из полиуретана, интерьерный багет, фотообои, фрески, фотопечать, декоративная гибкая плитка и многое другое. Дом Декор. Улица Фучика, 8, офис 14. Звонить 412-9165. Дом Декор нн.ру В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Недетские усилия, чтобы научиться ползать и сидеть. В своих 9 месяцев Милана Макарова с трудом делает то, что могут ее сверстники. Девочка перенесла менингит, который обернулся с серьезными последствиями. Диагноз микроцефалия головного мозга. Чтобы в прямом смысле поставить ребенка на ноги раз в 3 месяца, нужно проходить дорогостоящие курсы реабилитации в Чехии. Первый городской телеканал продолжает рубрику «Подари мне надежду». Режим маленькой Миланы Макаровой, как у спортсмена, особенный. Четыре раза в день лечебная зарядка. Вот это терапия. Сожимаем на определенную точку. Миланочка должна была немножко сопротивляться. Ну вот пока у нее не расстройку получает с этим занятием. Упражнения даются трудно и сопровождаются слезами девочки. Это не массаж, а точечное сильное воздействие на нервное окончание. И пока единственная возможность вылечить ребенка. Милана Макарова переболела менингитом, хотя, по словам мамы, врачи уверяли, что девочка родилась здоровой. Последствия оказались тяжелыми. Маленькой Милане поставили диагноз микроцефалии головного мозга. На 80% он заполнен кистами, а значит нарушено развитие всех органов. В 9 месяцев Милана очень слабая, не может ползать и сидеть. У нас сходящая к согласию ребенка. То есть на предмете сконцентрироваться она не может. Ребеночек должен влево, вправо, наверх, за игрушечкой следить. Мы этого не можем. То есть крупные предметы, допустим, лицо родственников, она как бы вот узнает. Детей с таким диагнозом ставят на ноги в чешском санатории. Там как раз проводят воитотерапию и показывают родителям упражнения, которые можно делать дома. Как отмечают специалисты, начинать заниматься нужно уже с грудничкового возраста. Несколько месяцев назад Милана прошла первый курс терапии, который дал положительные результаты. Тело полуное было у ребеночка. Выправили его уже нам в Чехии. Ножечки более сильные стали. Мы не умели делать. Мы как бы просто лежали в кроватке и ничего не делали, ни головы не держали, не ползали. Сейчас после первого курса Милана начала переворачиваться. Маленькие успехи Миланы дают ее родителям надежду, что их ребенок, так же как и другие дети, научится сидеть, ходить, играть в игрушки. Реабилитация в чешском санатории назначена на 25 октября. Стоит она 170 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Менее чем за два месяца требуется собрать недостающие 110 тысяч на лечение. Если у вас есть возможность и желание помочь маленькой Милане, сделать это просто. По полный счет можно перечислив деньги на номер. По этому же телефону можно связаться с мамой девочки. Все реквизиты банков можно найти и в группе помощи Милане. Ее адрес указан на экране. Екатерина Вологина, Валентин Волков, Служба новостей, город. Кубок губернатора по рыбной ловле, а также площадка для отдыха в Автозаводском районе. Об этих и других новостях расскажет Анастасия Шивашова в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Здравствуйте! На Горьковском море пройдет кубок губернатора по рыбной ловле. К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте старше 14 лет, имеющие регистрацию в Нижегородской области. Спортсмены выступят в двух возрастных группах. Младшие с 14 до 17 лет включительно и старшие с 18 лет. Старт соревнований 7 сентября. Меняется время курсирования электропоезда сообщением за Волжье и Нижний Новгород. С 13 сентября 2014 года для улучшения обслуживания пассажиров изменяется расписание электропоезда номер 64-05 сообщением за Волжье и Нижний Новгород. Теперь электропоезд будет прибывать на станцию Нижний Новгород-Московский на 15 минут раньше – в 7.18. Таким образом, у пассажиров, которые начинают свой рабочий день в 8 утра, в запасе 42 минуты, чтобы добраться до нужного места. В Автозаводском районе состоится открытие инновационной дворовой площадки для отдыха. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Реновация дворовых территорий». По словам организаторов, инновационная дворовая площадка станет первой подобной зоной отдыха. Основными целями проекта является благоустройство, размещение новых объектов инфраструктуры для отдыха, а также общение нижегородцев на внутридворовых территориях. В ближайшее время подобные площадки должны появиться в каждом районе Нижнего Новгорода. Новый образовательный проект представит Нижегородский лицей. Основная идея проекта – содействие в подготовке будущих инженерно-технических кадров, что соответствует актуальной задаче в сфере образования для современной России, а также помощь в профессиональном самопределении школьников старших классов и повышение их интереса к сфере IT-инноваций. И это были все новости короткой строкой за вторник, 2 сентября. Веселая карусель, менеджер и перестройка – в эти настольные игры в Советском Союзе играли почти все. Давно забытые настольные игры прошлого века стали экспонатами специальной выставки. Посетила выставку и вспомнила игры детства наш корреспондент Анастасия Шибашова. На советских игрушках было воспитано не одно поколение. Эти игрушки выдерживали огонь, воду и медные трубы, а потому оставались любимыми надолго. Бумажные настольные игры и кукловые резалки – все это было доступно каждому ребенку. Очень часто, кстати, в советское время игры просто печатались в журнале, вырываешь оттуда страницу и играешь. Были и редкие игры, поиграть в которые мог далеко не каждый. Например, веселый карусель – это было ничем иным, как простейшей настольной рулеткой. Поэтому многие дети такое казино использовали по назначению, играя на нарисованные деньги и фантики. Игра в демократию, перестройка и менеджер – эти игры с политическим уклоном. Они были популярны в 90-е годы и призывали детей становиться бизнесменами. Шли годы, игрушка развивалась. Сейчас она более доступна. Игры для девочек, мальчиков и всей семьи. При лавке пестрят разнообразие. А с появлением новых технологий игрушка стала интерактивной. Куклы, которые умеют разговаривать. Собаки и кошки, которые ведут себя как живые. Сегодня интерактивной игрушкой можно удивить, пожалуй, только наших бабушек, а не современных детей. Современная настольная игра отличается от своего предшественника. Но суть остается прежней. Настольная игра объединяет все возраста и позволяет собирать большую компанию. Она развивает и становится отличным времяпрепровождением. Анастасия Шибашова, Валентин Волков, служба новостей Город. Теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Настоящую дымовую завесу устроил КАМАЗ на улице Гордеевской. Водители, находившиеся в непосредственной близости от дымящейся машины, вынуждены были ехать буквально на ощупь. Вышел на прогулку. Слизень почти 20-сантиметровой длины удивлял прохожих на набережной Федоровского своими размерами. Свои фотографии со слизнем поделился Степан. В автобус со своим стулом. Проблему свободных мест таким образом решил находчивый нижегородец. А поделился фотографией ВКонтакте Алексей Есин. Константин Хабенский принял участие в популярной во всем мире акции «Айс Бакет Челлендж». Участник должен вылить на себя ведро ледяной воды в течение 24 часов или же сделать пожертвование. Ассоциации по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом. Так, поехали! Хабенский для своего участия в акции выбрал автозаводский парк Нижнего Новгорода, где он сейчас снимается в кино. А пожертвование сделал фонд помощи детям с заболеванием головного мозга. Ваш фото и видеоотчет также может дополнить наш эфир. Но для этого выкладывая его в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что хорошего произошло в их жизни. И вот какие ответы услышали. Смотрите ваши хорошие новости. У нас все очень хорошо на самом деле. 1 сентября, 3 курс, окончание института. Все замечательно, всех с праздником поздравляем. А планирую, да, поехать на Украину. Как получится. Хорошая новость. У меня будет внук. Была свадьба с сыном. Я сейчас в спортзал сходил. Так что день начался нормально. Всем привет. Я участвовала в замечательной такой программе. Называется «Летняя русско-австрийская школа», организованная при НГЛУ. Было супер. Мне очень понравилось. Практиковала язык. Мы все изучаем немецкий язык. Очень рады друг друга видеть сегодня. Все приехали. Я в садике работаю. Сегодня очень много новых ребят пришло. Приходится их всех уговаривать, всех жалеть. Вот наши новости. Хорошая и главная новость, что мы выбрались в Кремль и там встретили группу французов, французских туристов. Поэтому мы были счастливы общаться с ними, рады общаться. Поговорили на английском языке и очень было приятно. На работу на новый перехожу на редактор с администратора торгового зала. И в завершении о погоде. Ненастный циклон наконец-то покинул Нижегородскую область. И сейчас мы узнаем, будет ли завтра нас радовать солнце. Прогноз на среду представит Юлия Карабасова. У нее последняя информация о синоптиках. Здравствуй, Катя. По народному календарю 3 сентября в Фадеи проповедник. На Фадее было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще и память мученицы Вас Саолонской, то при работе говорили, баба Василиса альнах радеет. Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фадее небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на 4 недели вперед. По прогнозам синоптиков, 3 сентября ожидается ясная погода. Температура воздуха не превысит отметки плюс 18 градусов. Ночью небо затянут облака. Осадки не ожидаются. Температура воздуха плюс 11 градусов. На этом информационный блок завершен. Если вы стали очевидцем интересных событий и сняли их на свой сотовый или видеокамеру, звоните к нам в редакцию 217-01-71. Я также напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Эфир Первого городского на этом не заканчивается. Не переключайтесь. Через несколько минут мой коллега Дмитрий Сорокин подведет итоги конкурса, в котором мы разыгрываем сертификаты от магазина студии «Уна Профэшнл». Я же, Катерина Пескунова, с вами прощаюсь. Увидимся на Первом городском. Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Вы смотрите Первый городской телеканал. И настало время очередного розыгрыша. Я напомню, мы сегодня подводим итоги конкурса репостов, который мы организовали вместе с нашими партнерами, магазином студии «Уна Профэшнл». Призов у нас сегодня будет несколько и победителей несколько. И вот, что у нас сегодня на кону. Два сертификата, каждый на 3000 рублей, на приобретение косметики в магазине студии «Уна Профэшнл». Один сертификат стоимостью 5000 рублей на обучение по программе «Сам себе визажист». И один сертификат на полное преображение от магазина студии «Уна Профэшнл». На момент, когда мы остановили наш конкурс, это было сегодня в 10 часов утра, заявок на участие в конкурсе было подано 976. Мы не поленились, проверили каждого участника на соблюдение всех правил конкурса. И выяснилось, что далеко не все выполнили все условия. Кто-то не состоит в группе первого городского телеканала ВКонтакте, кто-то не сделал репост записи о розыгрыше себе на страницу, а были и те, кто поставил порядковый номер несколько раз. Всех этих участников мы исключили из розыгрыша. И сейчас вот в этом барабане находятся имена 954 человек, среди которых мы сегодня и определим победителей. Итак, я предлагаю не откладывать в долгий ящик, и начнем наш розыгрыш. Итак, сейчас мы определим имя первого обладателя сертификата на приобретение косметики в магазине студии «Уна Профэшнл». Итак, я останавливаю барабан, опускаю руку в лототрон и достаю заветный номер. Итак, вот он. Вот он, первый победитель. Сейчас мы узнаем, как его зовут. Итак, номер 32. Любовь Рябова получает первый сертификат стоимостью 3000 рублей на приобретение косметики в магазине студии «Уна Профэшнл». Ну что ж, мы поздравляем Любовь с выигрышем. Я напоминаю, она стала первым обладателем сертификата стоимостью 3000 рублей на приобретение косметики в магазине студии «Уна Профэшнл». Ну а сейчас мы узнаем, кто же получит второй сертификат. Кстати, интересный факт. Сегодня в розыгрыше, несмотря на то, что призы, в принципе, для девушек участвуют и молодые люди. Видимо, хотят сделать приятное своим любимым. Сейчас, возможно, я достану номер кого-то из них. Итак, вот он. Вот он номер второго обладателя сертификата на приобретение косметики в магазине студии «Уна Профэшнл». И это как раз молодой человек, 564 номер. Это Андрей Шувалов. Ну что ж, мы поздравляем Андрея. Уверен, что этот подарок обязательно понравится вашим дамам, кому вы хотите его подарить. Ну а мы продолжаем наш розыгрыш. И дальше. Сейчас мы узнаем, кто станет обладателем сертификата стоимостью 5000 рублей на обучение по программе «Сам себе визажист». Итак, я снова раскручиваю барабан, останавливаю его и достаю номер следующего победителя. Итак, вот очередной счастливчик. Сейчас мы узнаем его имя. Итак, это Анастасия Хрулина, номер 751. Ну что ж, мы поздравляем Анастасию. Она стала сегодняшним нашим третьим победителем. И сейчас, пожалуй, самое интересное. Мы узнаем обладателя сертификата на полное преображение в магазине студии «Уно Профессионал». Почему я говорю самое интересное? Потому что одним из условий конкурса было то, что победитель в этой номинации автоматически дает согласие на участие в съемке для программы Первого городского телеканала. Ну а снимать мы, естественно, будем то самое преображение. Поэтому сейчас мы узнаем, кто скоро появится у нас на экране в эфире Первого городского телеканала. Итак, я отворачиваюсь и достаю. Достаю вот этот счастливчик. Это Елена Маслова, номер 836. Ну что ж, мы поздравляем наших сегодняшних победителей сразу после этого эфира. Личным сообщением ВКонтакте мы напишем вам, как и где вы сможете забрать свои призы. Ну а тем, кому сегодня удача не улыбнулась, мы говорим, не расстраивайтесь. Уже завтра мы запускаем новый розыгрыш на Первом городском телеканале. И призом в нем станет отдых выходного дня на базе отдыха «Лесной квартал». Оставайтесь на Первом городском. Будет интересно. Смотри, первый городской телеканал.